Итак, мы плавно подошли к точке вращения камеры. Ну, понятное дело, поскольку панорамная съемка предполагает вращение фотоаппарата в разные стороны, мы должны понять, собственно, как производить это вращение, то есть относительно чего. Говаривая про точку вращения камеры, мы должны упомянуть такое явление, как параллакс. Параллакс – это явление смещения заднего плана относительно объекта ближнего. Проще всего увидеть явление параллакса, вытянув палец перед собой на вытянутой руке, вот таким вот примерно образом, и посмотреть на него сначала левым глазом, потом правым глазом. При этом вы увидите то, что при просмотре левым глазом палец закрывает одну область заднего плана, при просмотре правым глазом он закрывает другую область заднего плана. У кого нет под рукой пальца и глаз, можете посмотреть на картинку, которая приведена у меня в примере. Соответственно, на левой картинке мы как бы смотрим левым глазом и видим то, что фигурка Кенни закрывает вес справа от дома. При просмотре правым глазом мы видим то, что фигурка Кенни закрывает уже сам, грубо говоря, кусок дома. То есть, под ним располагается. Что это значит? То, что при последующей сборке у нас могут появиться вот такого рода косяки. Ну, например, вы можете увидеть то, что на этой фотографии она сшита достаточно неаккуратно, снята с параллаксом, то есть вращение производилось абы как. Мы видим то, что у башни кунсткамеры появилась такая вот сестра-близняшка, теперь их две башни стоит, и фонарь тоже какого-то полупрозрачного двойника получил. Конечно, это все можно устранить посредством аккуратной ретуши, мы это будем с вами разбирать, но тем не менее лучше от этого избавляться еще на самой съемке и просто не допускать подобных ошибок. Итак, чтобы избежать явления параллакса, надо вращать нашу камеру относительно так называемой беспараллаксной точки. В сети ее ошибочно и очень-очень часто, почти что всегда называют надальная точка. На самом деле формально это не так, надальная точка это термин из совершенно другой области. Лучше ее называть беспараллакса, но тем не менее, в общем-то, суть одна и та же. Я так думаю, все прекрасно понимают, о чем речь при упоминании именно термином надальная точка. Итак, беспараллаксная точка, если давать ее некое определение, это точка внутри нашего объектива, расположенная на его оптической оси, вращение относительно которой позволяет избежать явления параллакса. Эта точка индивидуальна для каждого фокусного расстояния и для каждой оптики соответственно. То есть, если мы берем объектив, скажем, 18-55, как на этой фотографии, то для каждого фокусного расстояния, будь то 18-24-35-55, мы будем находить беспараллаксную точку в каждом раз в новом месте. Ну, не в плане каждого раз в новом месте, а для каждого фокусного она будет своя. Скорее всего, она не будет сильно различаться, тем не менее, именно выставлять, надеяться, что она всегда на одном месте и для 18-55, не стоит. Ну, давайте перед тем, как говорить о вращении именно правильном, относительно беспараллаксной точки, подумаем, вообще всегда ли опасен параллакс? На самом деле нет. Параллакс опасен, как правило, для объектов при съемке с объектами ближнего плана. Вот, например, та же самая плотина, которую мы видели до этого, и у нее достаточно такой фактурный забор, который расположен близко к камере. Именно при съемке таких объектов у нас параллакс будет достаточно сильно заметен. Если вращать камеру АБК, ну, скажем, вот так вот, вытянув руки от плеча, то, конечно же, сборка будет достаточно интересным занятием. Если же мы имеем сцену, в которой ближний план у нас нет, это миниметра, это Оридиш. Это каскад Оридишских ГЭС под лугой, под городом Оридиш. Итак, если же у нас есть сцены без объектов близкого переднего плана, например, как этот вид на город с башней, я так думаю, тут до ближайших объектов метров 100 не меньше, то есть, соответственно, никакой разницы у нас с объектом ближнего плана на 100 метрах и объектом дальнего на 100, пусть будет на 300, например, метрах, разницы никакой нет. И, в общем-то, как мы производим съемку, обращая камеру относительно без параллаксной точки или вот просто вот так вот мы ее руками как-то размашься от плеча, тут уже не будет столь заметного изменения. Таким образом, мы понимаем то, что иногда мы можем совершенно спокойно вращать камеру так, как нам удобно и, в общем-то, не испытывать никаких серьезных сложностей при дальнейшей сборке. Как нам удобно, это, естественно, вращение относительно крепления камеры к штативу. Без использования специальных панорамных приспособлений это такой самый простой способ съемки или панорам, или просто пейзажей. То есть, соответственно, крепим камеру на штатив и начинаем уже посредством обычной штативной головы производить вращение. Итак, у нас есть панорама с достаточно сильным разбросом яркости и, в общем-то, желание убрать этот разброс посредством съемки дополнительных дублей брейктинга и последующих сборки. Как мы можем поступить в данном случае? Ну, мы можем отталкиваться от каждого кадра. Предположим, берем левый кадр панорамы. Это 8 горизонтальных кадров. То есть, достаточно много. 4 сверху, 4 снизу. Можем взять левый верхний кадр. Сделать для него... Ну, скорее всего, там все влезет в одну экспозицию. То есть, там не надо никаких брейктингов. Отлично. Можем взять второй кадр. У него, в общем-то, тоже, скорее всего, все влезет в одну экспозицию. Можем взять третий кадр. У него придется делать три кадра, потому что разница яркости уже появляется. А правый и верхний кадр точно так же. То есть, ну, такой вот индивидуальный подход к каждому кадру, который по факту вылится просто в огромной сложности именно при съемке. То есть, над каждым кадром сидишь, там просчитываешь, сколько тебе надо там поправку сделать. В итоге у тебя небо уходит, яркость уходит. Получается, левая часть панорамы синяя, правая часть еще пока что красная. Или наоборот, и, в общем, какой-то непонятный результат. Совершеннейшая каша из фотографии. Что делать будет куда логичнее? Рассматривать панораму просто как единую такую съемочную сцену. Для этого надо, естественно, обладать определенной фантазией, хоть и небольшой. Вот стоим мы на точке съемки и смотрим. Вот так, чтобы в камеру было видно. Вот эта вот огромная сцена у нас действительно будет вся в кадре. Мы видим, вот там вот справа у нас есть пересвет. Мы видим то, что у нас вот там вот слева есть тень. Отлично. Давайте построим нашу экспозицию основную по всей сцене. Как будто это один кадр. Что мы видим в целом в этом кадре? Мы видим среднюю, не среднюю, а самую светлую экспозицию по всей земле. Асфальт здесь, он такой же светлый, как асфальт здесь. Или как здание здесь, в общем-то. Примерно одинаковая яркость. Ну, по крайней мере, из одного рала точно вытянется. У нас есть кадр, следующий по экспозиции, чуточку темнее. Может быть, где-то на минус ступень. Это, предположим, вода и небо. Вот это вот небо. Может быть, даже вот это вот облако. И вот это вот вода. Вот они на ступеньку темнее. Отлично. Минус один. Второй кадр. И у нас есть на две ступени темнее основного кадра. Ну, предположим, может быть, на две с половиной. Может быть, на три. Я уже так сейчас, конечно, не вспомню. Вот это вот пересвет на небе. Он достаточно, действительно, яркий. Что мы делаем? Мы выставляем изначально в камере значение брекетинга. Ноль, минус полтора, минус три. Ну, пусть вот так вот. Или ноль, минус один, минус два. Ну, в зависимости от того, опять же, что мы там намеряемся с вами. И начинаем просто снимать панораму. Не отрываясь, соответственно, ни на какие там установки конкретно для каждого кадра. Мы делаем все кадры с одинаковой экспозицией. Снимаем левый кадр, верхний. Предположим, мы с него начали. Ноль, минус, ну, пусть будет минус один, минус два. Да? Вот это три кадра. Снимаем левый. Ноль. Отличный кадр, все проэкспонировано. Минус один. Ну, предположим, для неба там какая-то информация, может быть, пригодилась. Минус два. Вообще не нужный. Просто темный, черный кадр, который никуда. Снимаем второй кадр точно так же. Снимаем третий кадр. Оп. Кадр минус один у нас уже почти весь ушел на небо, потому что оно яркое. Кадр минус два у нас пригодился в районе вот этого пересвета. Снимаем четвертый кадр. Ноль у нас идет на землю, минус один у нас идет на небо, минус два у нас идет на пересвет. Как поймать красивое небо? Везение. Да, абсолютное везение, Дмитрий. Тут как бы без вариантов, в общем-то, особо получается, потому что все попытки в свое время предугадывать, прогнозы как-то трактовать, то что вот сегодня будет красивый закат, например, потому что облачка там легли по окону. Они сводятся к тому, что не угадаешь. То есть есть суеверие. Вот, например, у нас в Питере достаточно дружная команда фотографов. Получается, если вот Сергей Лукс пошел сегодня в ресторан, значит будет красивый закат. Вот смешно, конечно, но по факту работает. Процентов 90 случаев не шучу. Вот закон по области. Бывает такое, что если там больше двух человек пошли на съемку, скорее всего ничего не будет. Одно из рабочих правил, кстати, это вот реально такое рабочее, если, так, надо правильно сформулировать, чем красивее намечается закат, тем больше вероятность, что его не будет. И самый-самый красивый закат, это когда ты приходишь на точку съемки, ты идешь в дождь, в снег, не знаю, там все что угодно, метель, буран прошла, ты вылезаешь куда-то и у тебя вот такая вот дырочка на горизонте, солнце через нее пробивает подсвеченным красным. Подсвечивает красным все небо, и ты стоишь так, ничего себе, а я типа дома там собирался чайками. Вот, поэтому... Так, Наталья, я вижу ваш вопрос в вопросах и ответах. Не было сегодня в Питере красивого заката. Был ясное небо. Ясное небо это некрасивый закат, это скучный закат. Вот, поэтому да, только терпение и труд, только ходим. Вот, бывает повезет, бывает приходишь на точку, бах, подсветило. Как правило, это 3-4, может быть даже 5. Вот, например, кадр с корабликом, он снят, по-моему, с шестого раза. Вот именно красивый небо. Только упорство. Так, идем далее. Екатерина пишет. Получается, что понятие золотого часа при съемке панорам не особо действует, скорее усложнит процесс съемки. Ну, по факту, что усложняет, то знаете, как есть же такая непоговорка, эта фраза, да, просто. Чем хуже погода, тем лучше она для фотографа. Усложняет эту съемку, там, дождь, снег, не знаю, какая-нибудь там, вьюга, да, конечно, усложняет. Но фотографии тогда будут наиболее красивые. Самое красивое небо после дождя, как правило, там, перед дождем, да. То есть именно такое драматичное, тяжелое. Ну, вместе с тем, как бы, можно говорить о том, что лучше не снимать в это время, потому что, ну, мокро на улицах, особенно если это съемка с крыши, так это вообще самоубийство, как идти на мокрую крышу, зачем. Вот, поэтому нет. Ну, во-первых, все-таки давайте делать какую-то поправку. Режимное время, да, вот это, как мы называли, золотой час, это достаточно длительный промежуток времени. Если съемка панорамы при таком грамотном оперативном подходе занимает у нас, скажем, 2 минуты. Ну, вы же сами понимаете, что там за 2, ну, за 5, даже за 10 минут у нас освещение изменится в те пределы, когда, ну, как бы, мы сможем это компенсировать или ИСа, или выдержкой, то есть ничего ужасного тут нет. По крайней мере, вот именно эта минимальная сложность, это совершенно не повод отказываться от съемки именно в режимное время. Тем более, золотой час, это же понятие, которое включает в себя и просто низкое солнце, а там, как бы, господи, там выдержки-то какие. Если вы сознательно не обвиняете выдержку как художественный элемент, то там можно из рук совершенно спокойно снимать и получать хороший результат без вообще каких-либо осложнений. Так, идем далее. Игорь пишет, съемка начинается с неба, съемка начинается с поднимания зада с дивана, зачастую с тяжелого поднимания, нежелания куда-то идти, вот так. А с чего вы начинаете снимать, на самом деле, совершенно неважно. Ну, вообще, если говорить про такой некий, знаете, как алгоритм усреднен, средняя температура по палате, да, если эта съемка закатная, если эта съемка, ну, опять же, я так понимаю, все-таки речь про такие кадры, она композитная, да, то есть мы совмещаем небо и хотя бы подсветку, да, конечно, в первую очередь снимается небо просто потому, что мы его видим раньше. Если эта съемка рассветная, там все наоборот, там снимается сначала все остальное, небо в последнюю очередь, тем более, например, для рассветной съемки есть такое правило 20 минут, которое заключается в том, что если ты хочешь уходить, подожди еще 20 минут. Как правило, бывает так, что вот кажется, ну, все, как бы рассвет уже состоялся, красивее уже не будет, а по факту, там, ты только уходишь с точки съемки и начинается самая-самая красота какая-нибудь. Спасибо. 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 Спасибо.